Причина одна, она я думаю достаточно очевидна, это экономические факторы, которые вызваны достаточно жестким регулированием со стороны федеральных властей и плюс акцизная политика. За последние несколько лет пивоваренная индустрия существенно изменила, существенно изменилось регулирование пивоваренной индустрии, были потеряны основные точки продаж, киоски в частности, которые занимают от 10 до 30% в общем объеме. Существенно увеличилась налоговая нагрузка за последние опять-таки 4 года, налоговая нагрузка увеличилась в 5 раз, с 3 рублей в 2009 году до 15 рублей в 2013 году. Ну и другие факторы, это и запрет рекламы, это и дополнительный документооборот, это и другие дополнительные меры государственного регулирования. Фактически выхода из этой ситуации мы не видим, потому что опять-таки эти меры не касаются конкретно нашей компании, эти меры касаются рынка в целом, и это, скажем так, к сожалению, это нормальная реакция бизнеса на те меры, которые принимаются государством в целом, о которых мы, кстати, говорили и два года назад, и до сих пор говорим на федеральном уровне. Если брать период с 2010 по 2012 годы, рынок в целом потерял до 40% прибыльности. Другие филиалы испытывают такую же нагрузку. Та мера, которая сегодня внедряется в жизнь, связана с общим желанием компании избежать других массовых сокращений. Мы стремимся максимально учесть все интересы трудового коллектива в сложившейся ситуации, поэтому все будет происходить исключительно в соответствии с действующим законодательством, плюс дополнительно компания берет на себя некие повышенные обязательства, в том числе там оставить на определенный период дополнительную медстраховку, которая не является обязательной, но тем не менее компания идет на этот шаг для того, чтобы работники, скажем так, максимально были защищены в сложившейся ситуации.